Всего лишь в празднике, да? Хорошо, если ты приехал сам, два месяца до праздника, за три месяца до праздника. Но когда ты выезжал в Иерусалим, никогда не знал, когда ты будешь в Иерусалиме, поэтому ты можешь приехать и за год до праздника. Тебе нужно будет где-то жить. И вот здесь жили все еврейские паломники, ну, в седине четырех веков. Страшное место, гибли, ну, многие умирали, это не так, как сейчас, да, уже все хорошо, санитария. Все жутко, санитария, люди умирают постоянно, и еще им тяжело, ну, все законы против них. Так что это такое место, а сюда еще приходят и ставят тоже свечи. Почему? Потому что Давид в еврейской традиции покровитель родителей, покровитель стариков, потому что есть такая легенда о том, что он здесь, когда умирал, тепло его покинуло. И к нему, когда он лежал, клали девушек молодых, чтобы у нее просто согревали его тепло. И он никак не мог умирать, никак не мог умирать. И к нему подошла одна старая женщина, по разным легендам, опять же, она играет разную роль в его жизни. И сказала, что не борись со смертью, ну, пришло свое время. И так Давид нам сказал спасибо, ушел, и с тех пор мы воспаляем эту женщину, ее поступок, и тут мы болимся за родителей. Родители стариков, если кто-то болен, это место, куда ставят свечи и дают тоже записки. Редактор субтитров А.Семкин